Добро пожаловать ребят на шестой этап Формулы 1 на Грам-при Монако, на самый захватывающий Грам-при в календаре современной Формулы 1. Что же, вы готовы к этой борьбе, которую мы обязательно перейдем? Но сначала у нас квалификация, где было все просто идеально, без каких-либо проблем вышел из всех трех сегментов. По итогу даже вышел в третий сегмент на медиуме, что позволило мне использовать точно стратегию в один пистоп. Но, в принципе, другие гонщики также ее будут использовать, и причем стратегия будет в них выглядеть софт-мидиум, что меня сильно даже поразило, поскольку пистоп они делали на где-то 10-11 кругу, и дальше ехали порядка 28 кругов на медиуме. И я даже не думал, что у них сможет выдержать настолько сильный медиум, я думал, что они будут делать два пистопа. И, как обычно, у нас нельзя будет предугадать результат этой гонки, ну, кроме моей пол-позишн, потому что все-таки меня будет здесь довольно сложно обогнать, и у меня стратегия будет гарантирована в один пистоп. Опять же, я не знаю то, что будет и у других стратегий в основном в один пистоп, ну, кроме тех, кто все-таки будет стартовать, опять же, на медиуме. Собственно, Монако, ух, самый захватывающий этап в календаре, как я уже говорил, ведь только здесь можно увидеть просто кучу борьбы. Ладно, кого я обманываю, это Монако, здесь борьбы в принципе нету, поскольку трасса крайне узкая. И проще сказать, где можно обогнать, точнее, постараться обогнать, нежели где нельзя. Поскольку, ну, нельзя здесь, можно просто такнуть в любое почти место на трассе, и там в принципе нельзя будет обогнать, ну, может, кроме стартовичной прямой. Ну ладно, стартовал шутка, я на первом месте, на втором Макс Ферстаппин, третий Дэйвен Батлер, четвертый Шарли Клэр, пятый Чако Перец, шестой Вальд Риболтл, седьмой Карл Сайенс, восьмой Ким Мерайклин, девятый Себастьян Феттель и десятый Льюис Хэмилтон. Для мерседесов это проваленный немного этап, в плане квалификации как-то было и в Испании, но тут только провалился снова Гасли, ну, в принципе, как обычно провалился, но у него будет все-таки стратегия Medium Hard. Изначально я думал, что это будет выигрышная самая стратегия, но боты показали то, что здесь есть еще одна стратегия, это Soft Medium, ну, мы переходим к старту самого захватывающего Гран-при. Гасну красную огню, я совершаю небольшой рывок до первого поворота, в который я хожу в гордом одиночестве и после которого я продолжаю в гордом одиночестве свою езду, поскольку дальше у меня ничего, в принципе, не происходило, поскольку всю гонку от и до я лидировал на первом месте. Даже после пистопа ничего не поменялось, я был в 5-6 секундах до ближайших преследователей, которые также ехали на Medium. Да, единственный момент, тут составил мне борьбу какой-то батлер, точнее, он постарался меня догнать после того, как я оторвался там почти на 10 секунд от него. Он показал неплохой здесь темп, у нас был самый ужасный темп, но догнать он меня не успел. Даже несмотря на то, что у меня здесь приключились снова проблемы с рулем, опять центр слетел и довольно далеко влево на 90-х градусов улетел, и это случилось опять же за 10 кругов, из-за чего мне пришлось снова раскручивать руль за 6 кругов до финиша, поскольку ехать уже было невозможно. И да, ну, как обычно, но тут, в принципе, я просто протестировал то, что скреплять энкодер лучше всего и все-таки обычным скотчем, а не изолентой, поскольку просто тогда не было скотча. Борьба у нас даже была какая-то, поскольку прорывались у нас быстрые пилоты через группу B, но эта борьба была единичная. Вильямсу в основном терял кучу позиций, потому что позади постепенно скопилась нехилая такая толпа из Феррари, что было Racing Point, и Ферстаппин также застрял. У своего Ферстаппин здесь не был такой прям запредельный темп, как это было в Испании, на других трассах. Если у него был средний, как я говорил до этого, у Батлера был самый высокий темп, особенно под конец гонки, когда, по сути, у него мидиум должен был уже просто умереть, просто, не знаю, испариться. Но все-таки он показывал намного лучше круги, но все равно лучший круг поставил я, просто потому что, ну, опять же, нужно это одно лишнее очко заработать, поскольку в будущем, может быть, оно мне пригодится. И это уже шестой этап, на котором я сделал это, так сказать, достижение небольшое, заработал лишнее очко за лучший круг. Ну и постараемся к концу сезона заработать по максимуму этих очков. Я вообще постараюсь заработать везде эти очки, везде поставить самый лучший круг в течение гонки. Рэдбулы между собой также боролись за позицию, но по итогу один из Рэдбулов все-таки выиграл эту борьбу, поскольку бок о бок ехать всю дистанцию Монако, это просто невозможно. Поскольку у нас есть шикана после туннеля, которая зачем-то нужна в нынешней формуле, серьезно, ребят. Если вы хотите ускорить эту трассу, уберите эту шикану после туннеля. Да, чуть опаснее станет, но это будет место, где можно обгонять и впаять, конечно же, там дресс на выезде из моста. Все, трасса станет более обгонной, ее будет хоть как-то интересно смотреть. Да, в игре первый сезон формулы интересно смотреть на этой трассе, потому что ты никогда не знаешь, кто каким приедет, поскольку стратегий гвильдеров два пидстопа, у второй десятки стратегий в один пидстоп, и кто приедет где, неизвестно. Конечно, может быть, после патча все поменялось, но это мы узнаем в скором времени, поскольку этот сезон на Макларен будет последним, потом у нас идет новая, опять же, карьера. И да, помимо проблемы с рулем, у меня еще была проблема с коробкой передач, после патча она стала очень быстро изнашиваться, если до этого на 6 гонок мне спокойно не хватало, там она уходила за 61-62% износа, сейчас она чуть ли не до 80% дошла. Да, это Монако, здесь более повышенный износ коробки, потому что здесь чаще приходится переключать, но почти 80%, я, конечно, сжал свои булки, надеясь на то, что просто коробка не отрыгнет свои передачи, и я просто не решил кучу времени терять по отношению к Баттлеру и по итогу проиграю ему позицию, просто из-за того, что у меня была хреновая коробка передач. Ладно, первое место все равно все-таки за мной, вторым у нас приехал Баттлер, третьим приехал Макс Верстаппин, который тоже более-менее ехал, оторвался от всего пилотона. Для Баттлера это стал первый вроде подиум в Формуле 1, в первом сегодня я не помню, был ли у него подиум, у Переса точно был подиум, но у Баттлера самого не было, так, первый подиум и сразу же второе место. Ну и да, от Макса я отрываюсь теперь на 11 очков после Монако, и у меня теперь есть целый этап в запасе по отношению к нему, ну и потому, что просто банально он в Китае приехал на очень плохой позиции, из-за того, что не решился поменять себе передня антикрыло. Собственно, по темпу Баттлер вышел из 13 секунд, кроме меня никто не повторил это достижение, поэтому Баттлер здесь показывал просто феноменальный темп. Я даже не желал такой темп от Рейсинг Пойнт в принципе увидеть. Так что стоит сейчас взять на вооружение то, что Рейсинг Пойнт может быть скоро ворвется в борьбу, и может быть это станет более-менее интереснее. Но если мы продолжим быстро улучшать свои шасси, не думаю то, что даже Рейсинг Пойнт сможет нас догнать. На четвертом месте у нас еще приехал Хюркенберг, на пятом месте у нас приехал болид Хасса, что очень хорошо, то есть у кого-то стратегия сработала из трой десятки. Но тут я думаю даже дело в том, что лидеры банально застряли за пелотоном, который сдерживал их, особенно там болид группы Б. И за счет этого эти два болида смогли прорваться на такие хорошие позиции. По модификациям я беру две модификации в шасси, неудивительно. Первая модификация на износ, наконец-то мы начинаем работать с износом шин, уменьшать его. Также мы будем уменьшать, продолжать, точнее уменьшать вес нашего болида. И беру скидку на 10%, поскольку надо потихоньку начинать экономить, пытаться в этом отделе, потому что модификации здесь будет много и много предусматривать ресурсов. Также надо уже вкладывать ресурсы и в двигатель. Собственно да, Рейсинг Пойнт неплохо так обновились перед Монако. Данные обновления, конечно, я думаю не сильно здесь им помогли, но мы увидим эти обновления скорее всего уже в Канаде, их точнее действия. На этом, ребят, с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорой встречи, пока-пока и удачи вам.